у нас тут прям света представление прям не пойми что сыпет вот так вот лучше снять это вот буквально пару минут такая свистопляска сыпет прям не знаю что это наверное скорее покрывается белым очень смахивает наград или какие-то катышки снежные а нет гром гремит капец и тебе считанные минуты но минут пять в общей сложности где-то гормонова сильно вроде бы успокоилась вот они это наш бульбар космонавтов там у нас церковь а вот это пединститут вернее университет один из корпусов вот он педагогический университет маленький кисеныш сидит наш защитник отечества по полям приехали поздравить его с двадцать третьим февралем новая развязка это ее сдали наверно в прошлом году или когда или чуть раньше у нас есть такой тут брестский блогер васька пилот называется или василь васильевич пилот сейчас уже не знаю по моему переименовался немножко он показывал вот эту дорогу с высоты птичьего полета ну вот я наконец-то могу по ней проехать это я последний раз ехала здесь они еще только ставили эти самые опоры работали сейчас я хоть сейчас хоть никто нигде не останавливается на всех этих ж.д. линиях как интересно сделано ух ты родной куда ты пошел прям как-то интересно как-то так очень интересно ну да я честно обалдела слегонца потому что я как-то привыкла что да ну ладно бывает он тоже смотрит есть эти мотылялки через которые перепрыгиваем у нас здесь и полукушка ага ему понравились вот эти ну да я рода стрик стрик ну там у него лимузин наверное мягкий лимузин мягкий я потом это вырежу из видео вот он говорил про этот внешний вид сразу начали строить там ну внешний вид вон сразу видно шикарный вид он сказал что здесь нельзя так быть вообще непонятно ой слушайте это ж вот мы где выехали резких дивизий да это я вот по той улице езжу на массаж к моей девочке хорошей. Слушайте, я прям это самая... Нет, от Брестских дивизий туда дальше. Нет? Ну ладно. Значит, я все... В смысле туда, да? Да, туда, в ту степь, да. В ту степь. Нет, нет, я же знаю, что все пособрали, собрали. Что там все наши? Да, все наши. Вот и Брестская крепость. Практически рукой подать до нее. Ну да, раньше бы ехали по всем этим самым, по всем этим закоулкам. Ух, прям. А какая здесь раньше стояла? Шикарная эта самая... Ой, как я их там называла? Умеда. Какая она была. Кафешечка какое было. Шикарная. Вкусно. Согласен. Вот не знаю, где они сейчас. По-моему, они... Центр перенесли. Золгород. Закрылись, я смотрела. Да, закрылись они. Там открылся вот какой-то другой возле на набережной. Но это не то. К сожалению. Вот. Это мы вот к Брестской крепости подъехали. Вот. Мы в четырнадцатом году с мужем приезжали на... в Брест на машине. Самое смешное было то, что когда мы въезжали в Брест, ну, как обычно, повернули, проехали немножко от Варшавского, повернули направо. Вот. И тут что-то такое непонятное, невозможное началось. И я говорю, слушай, как, что? Смотрим. Я говорю, я не знаю, где мы. Муж говорит, я ничего не понимаю, где мы, потому что мы едем по полю. На ГПСе, хотя мы его обновили буквально, в самой поездке на ГПСе, значит, значилось, что мы едем по полю. Я говорю, я не понимаю, я абсолютно не понимаю. Ну, говорит, где мы? А мы, значит, проезжали вот снова. Это, получается, большой круг, который был сдан в 2014 году, буквально там за несколько месяцев до того. И проезжали через этот мост. Когда мы уже спустились с этого моста, мы говорим, куда ехать, куда ехать? Я говорю, я не знаю, куда ехать. Едь прямо. И мы, значит, по этой дороге, ну, здесь ночь темная, мы, я не знаю, мы ночью, наверное, приехали. Ничего не видно. Вроде как фонари есть, но оно же далеко не все это, ничего не видно. Мы съехали вот по этой дороге и потом уже поехали вот по той дороге. Я говорю, поворачивай, в любом случае, поворачивай направо, куда-нибудь да выйдем. Ну, в общем, повернули, едем. Говорит, ты узнаешь? Я говорю, не узнаю. Через пять минут. Ты узнаешь? Не узнаю. И тут я смотрю по правую руку, там, значит, стадион. Думаю, слава тебе Богу, знаю где, едь прямо. Здесь уже не заблудимся. Это было прикольно. И главное, ГПС показывает, что мы едем по полю, кругом асфальтированная дорога, все, фонари горят, светофоры горят, какие-то, какие-то, где мы? Я говорю, я не знаю. Я не знаю. Я перед этим несколько лет вообще не была в Бресте. А тут, в общем, надо же, тут у нас даже чертово колесо, оказывается, есть. И что, может, еще и работает? Слушайте, по-моему, еще и работает. Ну да, движется. Я не знала. Вот. То мы прямой наводкой под углом 90 градусов туда-сюда, к дому таки выехали. Я нарваю в Хьюскер-Дюде. Ден Ваенцом Вихёрте и тут Юсен Фьюртен. Это Вихёртен, фьюскер ты, это это ГПС-Дюде сом висит висит кун плен и не веи. И они рупты «ВОР СКОЛЬЯ КЮРЯ! ВОР СКОЛЬЯ КЮРЯ!» И И мы ездили сюда, и мы ездили сюда, и я увидел, что это был спортсмены, или спортсмены, 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 я не забывал, на норке. О, да, ендали, что мы нашли, что мы могли ходить домой. Я просто покажу вам, что вы могли вспомнить. Плюс немного. О, это Варшава. Вот он. А там у нас теперь новые, если ехать вдоль той по дороге, там новый мост очень красивый. Мы только что проезжали через него. А это я, Маша, растеряша иду на зеленый свет. Так хочется все и сразу все рассказать, но как-то не получается. Кстати, у нас здесь это музей паровозов, вагонов, всяких там. Так, а вот он этот. Вот он, этот новый мост. Вот он. Потрясающий красотый мост. Ой, руки трясутся. Вот он. И музей поездов разных лет. Может быть, добегу как-нибудь до него. А может, найду старое видео с предыдущих наших путешествий. Так, поближе. Паровозики заснять. О, какая у нас тут красавица. Да? Ты красавица или ты красавица? Скажи мне. В душе. Ммм. Хе-хе-хе. Хе-хе. Хе-хе-хе. Полетел косатик. Ну, действительно, чертове колесо крутится, вот оно. Ну, собственно, в воскресенье. почему по-моему и не крутится вот тут еще вот такая красивая скульптура в виде скрипича ключа это у нас прайм-гейм а это у нас музыкальный колледж так что все очень даже символично кстати если идти по гоголя здесь есть вот такие красивые скульптуры по всей улице гоголя и вот каждое предприятие в данном случае какой-то китекс брест вот подарил городу такую интересную статую или скульптуру или я так понимаю что это наверное что-то с ткацким станком связано вот у нас еще одна прелестная скульптура страховая компания пром трансинвест как они сами выговаривают это название вот еще от страховой компании подарочек горо добреста я нерве, помню ты это? это была футболбанка мы ходили первый раз я сказал, я помню, что я ходил вперед да это, если я реальность вот так, я думаю, что это реально разница в этом это, если я думал, что это реально, может быть даже правильно здесь они тут в том что это игра такой вот это темно-мородка на это игра, это игра, alpha, чем разница вps это игра, чем, это игра, на BTH, это игра, на переходе, и стены людей, и здесь выглядит края, что это игра игра, вот эта игра, в котором они проходят в полную одно произведение современного искусства аля мадама при модном туалете а может и не мадама мужчинка какой при модном туалете это у нас автор идеи ульяна петлёва транзит смотрится классно виноград кто-то был голоден и отломил немножко кому-то железа не хватало в организме так в общем да а нет это наверно зоро а может и не зоро одаря футбол ванны это не ливерпуль но здесь был мистер марадона но я спрашиваю А потом, мои друзья, они сказали, что он был здесь максимум 2 часа, он ходил по-другому и по-другому, и по-другому ездил так быстро как можно из Бреста. Может быть, это было немного холодно для него, я не знаю, но... Но вот так это было, я не знаю, если он вернулся назад, Келер Барено искал гопоспуря в Марадонно. Да, Динамо. Стадион. Мокрая. Капец. Что-то такое построили на углу интересное. По-моему, много чего построили интересного. Это, кстати, вот театр наш. Местный. Драматический. А впереди меня это больница. Кстати, улица Ленина. А это наш Николай Васильевич Гоголь. Брестский. Вот тут он у нас тут стоит. Это продолжение улицы Ленина. Кстати, вот здесь вот, если... Сейчас пальцем вот туда. Загнуть за угол. Вот там видно наверху. Это костел. Недавно поставленный. Так, мне еще 13 секунд. И вот там вот площадь Ленина. Где дедушка Ленин. Все указывает, куда нам, в какую сторону идти. Побежали. Аптека. Тут, кстати, открылось какое-то место. Называется... О, Господи, фонарь, аптека. Ночь фонарь, аптека. По-моему, так вот. Кстати, Ленина. Надо будет показать. На карете вы давно катались, нет? У нас тут есть такая. Тоже очередной памятник от какой-то очередной фирмы. Вот, правда, лошадей не то. Ни живых, ни металлических. Но посидеть можно. Кстати, Ленина и Карла Маркса идут параллельным путем. Так что, Карла Маркса... Я перешла сейчас дорогу. Немножко... Вот она как-то сидит параллельно Ленину. Так что параллельным путем идем, товарищи! Я тут тортиком балуюсь. Очень вкусный. И вот такой шикарный... Как его назвать? Бехеревка. С яблоком. В общем, здравствуйте. Балдею. Балдею.